В Немецком округе 31 декабря будет выходным днём. Такое решение было озвучено губернатором региона в ходе еженедельной планёрки с руководителями профильных департаментов на основании опроса жителей, которые в большинстве своём проголосовали за перенос рабочего дня с 31 декабря на субботу 26 декабря. По поручению губернатора Юрия Бездудного среди жителей региона был проведён интерактивный опрос. Участие в нём приняли более 5000 человек. Большинство проголосовало «за». В связи с переносом рабочего дня на субботу глава региона дал поручение профильному департаменту организовать работу дежурных групп в детских садах 26 и 31 декабря. По словам вице-губернатора Натальи Сидоровой, этот вопрос уже прорабатывается с заведующими дошкольных учреждений. Открытие зимника откладывается. Неустойчивые морозы и отсутствие снега в тундре сильно усложняет строительство зимней дороги на Большую Землю. Со стороны Республики Коми строительством и содержанием трассы занимается усинская компания «Трансстрой». 1 декабря комиссия выезжала на место. Выяснилось, что на реке Печоре льда нет. По информации муниципалитета, подрядчик начал работу ещё 30 ноября. Идёт заливка ледовой дороги. Но из-за тёплой погоды обустройство зимника сильно усложняется. Подрядчик сможет приступить к работе по обустройству временной ледовой трассы после вступления в силу приказа Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Нинецкого округа о разрешении движения механических транспортных средств по зимним дорогам в тундре. Напомню, в 2019 году движение по ледовой переправе через реку Печору в районе села Устюса открыли уже 20 декабря. Раннему открытию способствовали морозы и нормативная толщина льда. В Нинецком округе продолжается убойная кампания. По информации Окружного департамента природных ресурсов, экологии и АПК, оленеводческие хозяйства и частники направили на убой порядка 16 тысяч голов северных оленей и произвели почти 450 тонн мяса. Это около 40% от общего плана. На сегодняшний день убой осуществляют 6 оленеводческих хозяйств округа. Это СПК «Ижемский оленевод ИКО», «Капхоз Ерф», «Путельича», вместе с частниками «Харп», «Дружба народов» и «Рассвет севера». Первыми в регионе убойную кампанию завершили оленеводы сельхозкооператива «Красный октябрь». Заготовка оленинов в хозяйстве началась 10 ноября и длилась до 5 декабря. Всего хозяйством в рамках кампании направлено на убой 1755 голов оленей и произведено 58 тонн мяса. На этой неделе убойную кампанию планируют начать в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Ненецкая община Канин», СПК «Индига», а также крестьянско-фермерское хозяйство «Латышев». Всего в этом году в убойную кампанию хозяйствами всех в корм собственности планируется направить на убой порядка 38 тысяч голов оленей и произвести 1200 тонн мяса оленины из субпродуктов первой категории. В Ненецком округе будут развивать аквакультуру. В региональном департаменте природных ресурсов, экологии и АПК определили границы первых двух рыбоводных участков на озерах Молодежная и Харитонова. По информации ведомства в ноябре была дана научная оценка возможностей рыбохозяйственного использования озер Молодежная, Харитонова и Матервисочная. По итогам исследований пригодными к разведению рыбы были признаны два озера вблизи Наринмара – Молодежная и Харитонова. У обоих участков хорошая транспортная доступность. Они находятся недалеко от Наринмара, и до них можно добраться в любое время года. Сегодня мы определили границы этих участков. После этого их можно будет выставить на торги. Делать это будет Североморское территориальное управление Росрыболовства, сообщили представители ведомства. В Ненецком округе пересчитают малый бизнес. В первом квартале 2021 года Росстат проведет экономическую перепись. Она проводится каждые пять лет. Причем все субъекты малого и среднего предпринимательства должны в ней участвовать. Сведения о своей деятельности за 2020 год должны быть предоставлены до 1 апреля 2021 года в электронном виде с помощью портала Госуслуг, официального сайта Росстата или операторов электронного документа оборота. Кроме того, заполненную анкету можно отправить по почте или предоставить лично в территориальные органы Росстата. Ведомство гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде без указания контактной информации и результатов деятельности. Предыдущая перепись проходила по итогам за 2015 год, но за пять лет ее данные устарели, поскольку сектор малого и среднего бизнеса отличается высокой мобильностью. В Заполярье выполнены первые вылеты с почтовыми отправлениями по совмещенным маршрутам, так называемым «кругорейсам». Как заявили в региональном отделении Почты России, отныне посылки и письма в труднодоступные населенные пункты будут приходить быстрее. Это стало возможным благодаря дополнительному соглашению компании с Наринмарским объединенным авиаотрядом. Первый рейс доставил почту из Наринмара в Индигу и Коткино 25 ноября, второй вылет 27 ноября по маршруту Наринмар-Нижняя Пеша-Ома-Несь-Наринмар. Дополнительное соглашение с авиаотрядом также позволит ускорить доставку и в другие населенные пункты Ненецкого округа – Несь, Чижу, Шойну, Усть-Кару, Харивер, Каратайку, Харуту и Амдерму. В Ненецком округе функционируют 29 отделений почтовой связи, 83% из них – это сельские отделения. На почте России в Заполярье трудится 190 человек, в том числе 35 почтальонов и 87 операторов связи. Основная часть отделений находится в труднодоступных населенных пунктах, где возможно только авиасообщение. Меньше недели остается до окончания приема заявок на оздоровление детей за счет окружного бюджета. Подать документы на получение путевки мать и дитя можно до 20 декабря. Традиционно на санаторно-курортное лечение могут отправиться дети с 4 до 12 лет, имеющие третью группу здоровья, и дети с 4 до 15 лет с 4 и 5 группами здоровья в сопровождении одного взрослого. Это может быть один из родителей, опекун или близкий родственник, бабушка или дедушка. Как и раньше, бесплатные путевки в здравнице предоставляются один раз в два года. К заявлению на оздоровление детей необходимо приложить следующие документы. Документ, удостоверяющий личность, это паспорта и свидетельство о рождении. Справку о составе семьи. Медицинские справки. Справка 070У. О том, что ребенок нуждается в оздоровлении. Справка о группе здоровья. Справку о доходах за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. При этом заявителю следует помнить, что среднедушевой ежемесячный доход на одного человека не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума. Что касается тех граждан, которые подавали документы в 2020 году, но из-за пандемии решили не выезжать на санаторно-курортное лечение, в случае, если они желают получить бесплатную путевку в 2021 году, то необходимо вновь подать документы в срок до 20 декабря. Первоочередное право на путевки имеют многодетные семьи и родители, воспитывающие ребенка-инвалида. На оздоровительный отдых в составе организованных групп могут отправиться дети в возрасте от 13 до 15 лет включительно, имеющие вторую или третью группу здоровья, постоянно проживающие на территории Нинейского округа и нуждающиеся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении. Редактор субтитров А.Семкин